Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1041. Событие дня. «Все гряду скоро, и возмездим моё со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22.12». И вот сколько мест Писания в Откровении заканчивается Библией этой книгой. И все, гряду скоро. Вот посмотрите, гряду скоро и возмездие, и угроза, и недействие на людей. Объявление. Можно где быстро проворачиваем, можно посмотреть, просто остановить и посмотреть. Ткнуть сюда с курсором, остановить. Пишет. Скрывая имена, потому что невозможно. За мной столько сатана насылает людей, и священников, и кого только нету здесь. Сатана. Выискивает, кто это сказал, кто. И на этого человека выливает буквально озера, реки, моря, мерзости всякие, чтобы только оторвать и погубить. Служители мрака. Иначе в них ничего нету. Они день и ночь заглядывают через забор и лезут. Ничего нету. Это за прошлый день, когда я мочу, все еще от сажени отмылись. Ездили помочь человеку, который сам ничего не хочет делать. Замерзает. А можно я в Потеряевку поеду на зиму? А ты дрова заготовил, уголь? Нет. А кто? Ну, а там есть пустые дома, говорили. Ну, ездят. Там же хозяева у каждого дома-то есть. Даже не живет-то. Замки спиливать или как? Ну, то есть, такая глупость. И защищают его. А что сделали? Мы дым пустили из трубы, а не в комнату. И вот этот человек говорит, только что закончил общаться с девушкой, которая уже в разводе, и с ребенком. Это девушка. А кто ж тогда женщина? Она покуривает и матерится. Я ей указал на ее матерки. То она мне сразу, мне не пять лет, и не надо меня учить. Ну, у меня разговор короткий с такими подобиями женщин. Уже не девушка, а подобие женщин. Поэтому я написал ей, что на этом наше общение следует прекратить. И что мне очень приятно, в кавычках, был общаться с ней и пожелал удачи. О, на душе даже отлегло. Легче стало. Вы правы, что не стоит мне жениться, так как при малейшем таком недоумении могу просто выкинуть такую мадам за шкирку, как минимум. Я отвечаю. Если уже не девственница, то зачем она вам? Если она не девушка уже, а женщина. Если она жила ребенка без мужа, мы не знаем это, то и название, и на вторую букву алпают. И береги себя. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. 1 Коринфянам 7,27. Наталья пишет. Фильм новый. «Езеки от царя иудея». «Ой, Иегова, на тебя я полагаюсь». И показан фильм. Хорошо снят фильмы, как всегда, неправославными. Похоже, православных Ветхий Завет не интересует. Виталий. От православных одно название осталось. Наталья. Этот ассирийский царь в фильме похож на ИГИЛ. И с такими же угрозами ставят в кинотеатрах одну ложь. Лучше бы Ветхий Завет показывали, то и снимали точно по Библии. Тогда был бы толк. Мир не учится на ошибках ветхозаветных историй. Представить воображение, что такой царь с такими воинами пойдет на Россию. Что Путин будет делать из церковь? Молиться Христу и приносить покаяние? Или впускать во врагов ракеты сатана? Виталий. Уже в сознание вбивают. Умрите на войне. Будете мучениками. Для избранного племени нужны миллионов пятьсот обслуги. Остальные лишние. Балас. Наталья. Быть патриотом России, но не царствия небесного. За ложь понятно, как наказывает Бог из Библии. Виталий. От ГМО и прочей гадости мрут медленно. Видимо, будут ускорять процесс ядреным огнем. Роман. По вере вашей да будет вам. Мне все возможно, но ничего не должно обладать мною. Это он не точно по Библии приводит. Все мне позволительно. А вашими умами обладает мысль и идея без чего-то и без кого-то. Есть видео, где утверждают ученые и знатоки, что вред ГМО выдумали журналюги. Введите в строке поиска на Ютубе слова «ГМО полезно» и услышите. «Виталий, Роман, будь тише, пожалуйста, знатоки. Есть видео о плоской земле и миллионах лет эволюции. Роман, как вы?» Елена, подумайте. Как же быть с большим животом? Это что-то было? Роман, я должен благовествовать постоянно, иначе мне не будет никакого прощения за то, что я не благовествовал постоянно, что я не отверг себя и жизни своей ради Иисуса Христа и Его Евангелия. «Благовестие Царствия Божьего». Что толку, если человек обретет весь мир, сохранить жизнь на этой земле от огня, а душе своей повредит? Что толку? Толку. Роман, по синодальному переводу везде начинаю это. Цитирую. Недолго заглянуть-то. Или не знаешь, поиска и кого нету? Один. Скрываю тоже. Уважаемый Игнатий, общение через скайп. Это у вас обязательно условие или можно пообщаться через переписку? Я отвечаю, не переписывайся, времени нет на то. Только по скайпу. Понимаю. Какая пишет. Очень жаль, конечно, но ничего, даст Бог, надеясь, что получится когда-нибудь с вами нормально пообщаться. Берегите себя, вы нам очень нужны. Всего вам хорошего, храни вас Господь. Александр Б. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Хотелось бы задать вам вопрос следующего характера. Почему сведения, получаемые из Библии, не соответствуют сведениям, получаемым наукой? Необходимо ли для нас незнание точного ответа на вопрос о существовании Бога? Если да, то почему? Если нет, то как объяснить полное отсутствие каких-либо доказательств его существования Божьего? Я отвечаю, потому что Святая Библия и истинное откровение Божие в доступной для людей форме, а наука слепая и помешанная старуха, которая нередко питается далеко не нужным и вредным из-под себя. И второй вопрос. Считайте Кремлинам 1 глава, 19 стих. Ну вот я места эти всегда выделяю, чтобы сразу было видно, что это дело, что Слово Божие. Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, что Бога-то не видно, вечная сила Его Божества от создания мира через рассматривание творений. Видимы. Повторяю, мы ничего к этому не можем добавить. Мы всё видим, всю красоту мира, что как делается. Всё это прямо через рассматривание творений, видимо. Изучают растения, букашек, зверей, птиц, рыб, моря, устройства. Всё говорит о премудрости создания. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилась несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Но о ком это говорится? Бога нет, доказательства нужны. И славу нетленного Бога изменили в образ подобного тленному человеку и птицам четвероногим, присмыкающимся. И далее, как Бог их предал всему. Ну и дальше можно считать даже. Так что здесь уже ничего к этому нельзя добавить. Ты рассматривай всё творение и скажи, как премудро устроено. Любую деталь. Ты нашёл часы, даже старенькие. Ты понимаешь, что само по себе шестерёнки не могли сделать. А как во вселенной звезда со звездой не сталкивается? Вот так. Ну и далее я привожу другое место из Священного Писания. Тоже очень хорошо сказано. Премудрость Соломона, неканоническая книга, 13 глава, вся почти про это говорится. И как Бог познаётся? Виновник бытия. Бог виновник бытия. Вот так и нужно рассуждать, всему Бог дал жизнь. Вот так. Пленяясь красотою, всего тут звёзд, да, впереди, говорит, суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств, как всё совершенно в мире, своё устройство, тело, нервы, сердце, лёгкие, печень, всё, не могли познать сущего. И, взирая на дела, не познали виновника, а посчитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звёздный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотой, они посчитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он – виновник красоты, создал их. А если, удивляясь силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их, ибо от величия красоты и созданий сравнительно познаётся виновник бытия их. Ну и далее говорит о том, как, что и... Вот и всё доказательство, больше ничего не надо. Ну, вчерашний день, это уже мы за вчера говорим, сегодня-то у нас уже 23-е, вчера 22-е было, октября 2018 года, понедельник. Сергей Павлович Пупков на своей машине повёз меня, Володю Пащенко и Василия Черепанова, к нему домой. Печь не топится, но мы пришли, он ничего не подготовил. Мы взяли с собой глину, песок, кирпич, вот сейчас отзывы идут, всякие гадости пишут. А вот человеку приехали делать печь, куда-то делайте, чего делать-то, ничего нету. Я сказал заранее, давайте наберём, три ведра набрали с собой, инструменты, ничего нету. И они это не видят, и они могут сделать такую, приехать в печь. Нет, конечно, нет, а они другого не знают, не знают. Щада, зла и греха и тьмы, беззаконие, защата и грехе родила меня, мать моя. Вот так. Ну и отзывы все тут показывают, нечего. Семь отзывов, допустим, делаем печь, и ни одного правильного нету, они ничего не понимают. Вот. И вот хотелось показать, иногда отзывы бывают, тоже разные. Вот называется ролик у нас «Вор пойман». Игнать его вразумляет получше полиции. Исправить его может только Христос. Это название ролика. 194 217 просмотров. Опубликовано 8 сентября 2015 года. Канал «Восвете Библии», открытым оком Игнатий Лапкин. Вор пойман, сливает солярку ночью. Его выждали в очередной раз и выловили. Теперь у него долгая беседа с Игнатием Лапкиным. Вор все выполняет. И крестится, и молится, и повторяет слова, что он грешник. В общем, все, что рекомендует Игнатий. Рекомендуется всем к просмотру. Игнать его разумляет получше полиции. Исправить его может только Христос. 221 комментарий. И вот тут Ярослав Бомбишин. Ну, фамилия-то нарочничная. Слово Бомбиши-то не тогда, когда давали. Не хай пидеолигархам просчитас молебен. Яки крадут миллиардами, а не таких, что 10 литр пав. Вот так. Он все знает, поймал вора, у него ворвали. Нет, не так. К олигархам надо пойти. Ну, так ты где живешь-то, в олигархе есть? Бомбишин-то. Исходи, Ярослав. Ярый какой. Ну, я тут буду сейчас показывать, какие отзывы. На один ролик. Специально решил показать. Вот. Смотрите, как. Кировский. А дальше Араш пишет. Я мусульманин. Я вас уважаю. Вы очень уважаемый человек. Дай Аллах вам здоровья, счастья, благополучия. То есть, Аллах не любит воровать. И он не ворует. Арашид. Дальше. Еще кто-то. Не прочитаешь даже. Я еврей. И тоже уважаю вас, дед. Славянин Русич Иванованов. Я украинец. Уважение, дедушка. Побольше вам здоровья. Не местный. Я чещенец. Вызвал уважение, дедушка. Вот. Еще один пишет. Я киргиз. Из мусульманин, прежде всего. Уважаю таких людей, как деда Игнатия. Дай Аллах вам здоровья. Четкий дед. Еще. Я филиппинец. Я не понял, что вам сказать. Еще раз. Я тоже мусульманин. Смотрю этот канал. Дедушка сделал все правильно. Просто чуть не прослезился от праведности этого старца. Мы молимся по-разному. Но Бог един. Написал один. Вот. Кто написал? 50? 50. Ни фамилии, ни имени, ни фотографии. Этот поцик не поймет. Ему плевать на вас. Михаил. Кажется. Но всякое бывает. По воле Божией. У него все возможно. Как раз разбойник на кресте во время распятия Христа каялся. Искренно. И не потому, что боялся смерти. А потому, что Бога увидел. Или Совета Маслова. Откуда вы знаете души человека? Дальше. Молодец, дедушка. Все верно говорит. Таких бы учителями в школе детей наставлять. Набожный старик. Только уважение вызывает. Долги ли долгих лет тебе, дед? Я мусульманин и чищенец. Но дедулю зауважал. Один пишет. Напоминает Рамзана Кадырова. Как тот тоже любит жуликов отчитывать. Ну и дальше пишет. Хуже вора и убийцы, только лгун. Это тоже правильно. И вот здесь. Точно. Вы считаете, я буду пропускать? Вот. Только это под одним роликом столько отзывов. Вот считайте. Тормозите, считайте. Я буду пропускать. Иначе долго считать. О Рамзане и Кадырове столкнулись. Дальше такое пишет. Путину надо к Игнатию. Игнатий Лапкин очень хорошо говорит. Следователям попоучиться. Вот так урок. Страшнее тюрьмы перед Богом стоять у плеча Игнатия. Привет из Польши, из Белостока. Точно так же. Ну и дальше. Как его рожу сломать, ему по шину сжечь, чтобы стояло как памятник любителям халявы. Ну и дальше считайте, что... И тут пальцы вниз, называя дизлайк. Ну, просто отрицательный дизлайк. Ну зачем это? 24 ворам не понравилось. Вот это правильно подметили. Зарплату участкового старцу и машину у вас. Пусть дополнительно соседские села инспектируют. Барнаул, надеюсь, услышит. А пишет какой-то ашот. Этот ворюга скорее согласен в тюрьму сесть, чем с дедом остаться. Ну, вартаха. Детуля молодец. Дай ему Бог здоровья. Ну и дали все это. Один пишет, Русночок. Вот это да, нашел где воровать. А знал, что ему там не наваляют-то. Не сдержалась, заплакала. Первый раз вижу, чтобы Игнатий плакал. Ну и дальше считайте. Я не буду считать. Много очень специально в это... Решил показать. Прямо оттуда копирую. Вот посчитайте, сколько. Выпороть бы, как в старину, да отпустить. Дальше. Неделю назад кто-то. Дай Бог тебе долгих лет здоровья, отец. Хороший ты человек. Чистое и доброе сердце. Верующий. Алина пишет. Игнатий, я вам благодарна за это видео. Очень поучительно. Влад пишет. Вор всегда будет воровать. До гробовой, до скилл. Руки обухом ломать, суки, надо. Чтобы нечем было воровать. Ну и вот дальше. Какие разговоры. Правительство захватывает. Что ворам потакают. Другая говорит. Наплакалась. Так хорошо молитва от души. Низкий поклон. И вот дальше смотрите еще. Прямо как фильм посмотрел. Иностранцы разные. И на русский пишут. С других стран приходят. Видите сколько. Молодец, Игнатий. Вам надо губернатором работать. Или депутатом. А кто-то отвечает. Да там же одни зэки. Ну и вот. Это поймали антихриста. Воровал бы так хоть у государства. А не у нищего крестьянина. Тормозите. И считаете. Про этого человека. Димка звать. Что он погиб. Дескать. В аварии. Ну кто его знает. Смотрите. Какие хорошие отзывы. Даже понимают. О чем пишут. А то. Советуют. Как поступить. Почему в Думе большие оклады. 450 в месяц. Почему так. Другое там еще за что-то. За что-то там это. Другие до трех миллионов получают в месяц. А зачем? Чтобы голосовали за любое. Там предложение. Решение. И теперь как Дума проголосовала. А не президент это. Эти люди не безразличные. Где-то Игнат. Ты меня поразил. Дед. Спасибо тебе за красивые слова. Четко сказал дед. Преступник не боится. Что его снимают. А полицейский боится. Мусульмане. Что у них про воров сказано. И это тоже печатают. А теперь уже пишет. 58 ворам не понравилось. Вот на них 58-я сталинская статья. Пишет актер Евгений Пасынков. Молодец. Какой могущественный. Духовный. Любви столько. Хоть и строгий. Но видно, что человек с большой буквы. Сила огромная внутри. Божий человек. Спасибо вам, что выкладываете видео. Ну вот попутно один только показал. Какие отзывы? Сидит один человек пузатый. С бородой за столом. Ему вопросы задают. А кто такой Игнатий Лапкин? Его книги. А он только крест сползает. У него как с пузыря с арбуза. Поправляет и поправляет. Он даже ничего не знает. А вы ссылку вот там. То есть, которые недруги на нас говорят. Он туда. И не надо ни слушать, ни считать. А по его благословению тысячи людей погибли у этого. Дающего такой ответ. Сами найдете. Кто это говорит. Сказать-то нельзя. У них только мстительность. Лежат все еще обгорелые в Чечне. Там где-то в вагонах. И не могут определить, кто что. Денег нет у министерства. Дорого стоит определить. Дать имя. Родным послать. Без вести пропал. Очень хорошо пропал. Да и все. И этот сидит, отвечает. Ссылку делает. Да ты хоть что-то посчитай. Посмотри. Нигде не вылазит из-под часов. Сидят за столом. Погубил и духовно. Сколько он погубил-то? И только нашел. Только плохое. Свинья грязь найдет. Ну кто-то сказал. Ну сказал по злобе. Так ты на него зачем ссылаешься-то? А ты сказал бы, вот его канал, вот зайдите, вот побеседуйте и посмотрите. Нет. Меня неоднократно спрашивают о ком-то. Я не считал, не знаю, а что я могу сказать-то. Что? А это нет. Почему? А он привык в этом купаться. Работать не пойдет. Не наклонится. Лопата, лом, кувалда в руке никогда не бывало. Он никуда не пойдет. И сидит, как говорят, пудрит мозги людям грязной пылью. Вчера мы день такой был. Ездили, там печку делали. Сегодня я выставил 8 роликов. 8 подробных. Кто-то понимает, а кто-то делает. В этой САЖе будет. Нет. А так я хорошо приехал, я должен сразу раз начать делать. А что я буду делать-то? К врачу приходят, когда расспрашивают, чем болеет, где болеет, как. Я должен узнать, когда дым идет, почему, где, как, когда купил. То есть увидеть, кто. Вижу, что я не профессионал печку строил. Где долбить-то? Как? Они ничего не понимают. У меня 40-летний стаж печника. Разные пищи были. Но такую первый раз видел. Все неправильно. От начала до конца. И где дым идет, где раздолбитые. Все нашли. Все сделали, затопили. И отзывы отрицательные. А почему? А у него ничего нет. Он на этом фоне-то видит, что он никто. Букарашка. Навозная. Ну и показать наши ресурсы можно даже. Вот. Это вот я люблю наш. Мой мир. Только где я в шапке. А не там, где с голубем. Там контрольная. Показать наш форум. 1600 тем. Вот он как выглядит. Называется. Православный форум Игнатия Лапкина. И вот наш православный видеоканал открытым оком о свете Библии. Очень большой канал. Вот так. И большой православный библейский сайт. Ну и вот на этом все сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.